Сегодня в нашей стране, как и во всем мире, роль благотворительных акций с целью борьбы с пандемией коронавируса и уменьшения его негативного влияния увеличивается. И в эти трудные дни пополняются ряды предпринимателей, которые считают своим долгом помогать тем, кто в этом нуждается. О реализации инициатив президента об образовании общенародного движения «Доброта и поддержка» наш следующий сюжет. В это непростое время, когда народ столкнулся с бедой, лучшие человеческие качества, такие как готовность поддержать и помочь, внимание и забота и издревле, присущие нам и сегодня в священный месяц Рамазан, проявляются еще сильнее. Поддержали инициативу президента о создании общенародного движения «Доброта и поддержка» и в столичной области. Представители Хакимиата Янгюльского района вместе с Центром координации спонсорской деятельности навестили несколько социально нуждающихся семей. Среди них и Ольма Сая, которой в этом году исполнилось 100 лет. Живет она в Махале Сайтуате. Посетили, чтобы узнать о ее здоровье, о том, как живет. Привезли ей больше 10 наименований продуктов питания. Вот уже несколько лет в этой Махале живет Рахим Ахмедова, которая одна воспитывает двоих детей. Уставшая от скитаний по арендным квартирам, Рахим Уапа обратилась за помощью в получении жилья в районах Хакимиат. Данное обращение было рассмотрено Хакимиатом за короткий срок и принято решение. Ей вручены ключи от квартиры в одном из льготных домов. А эта семья жила в раздумьях, а женить без сына. Ответственные лица уделили этому отдельное внимание и решили помочь в возведении для них нового дома. Вот на этом месте совсем скоро он появится. Члены семьи происходящим очень рады. Кроме того, щедрые предприниматели привезли продовольственную продукцию в Центр координации спонсорской деятельности. Эти продукты будут доставлены социально уязвимым семьям, живущим в данной местности. Сложно описать те чувства, которые испытывают наши соотечественники, получающие такую помощь и поддержку. Благородная работа в этом направлении проводится во всех регионах республики. Общенародное движение «Доброта и поддержка» данная благородная инициатива главы государства нашла положительные мнения и отзывы также и у предпринимателей Андижанской области. Вот это предприятие в Шахарханском районе начало свою деятельность совсем недавно. На сегодня здесь трудоустроены 50 девушек и женщин. Как говорит предприниматель Анварбек Алиджонов, он внимательно следит за каждым видеоселекторным совещанием под руководством главы государства. Водушевившись в инициативу президента об организации общенародного движения «Доброта и поддержка», Анварбек взял под свое попечительство 50 нуждающихся малообеспеченных, имеющих инвалидность граждан из пяти махалей района. Этот предприниматель открыл швейный цех. Трудоустроено 50 женщин. Сегодня пятидесяти семьям доставлены продукты питания. Предприниматель обещал в течение трех месяцев снабжать эти семьи всем необходимым. В пятидесяти семьях сегодня особенный день. У кого-то дети устроились на работу, а кто-то получил от предпринимателя направление для возможности лечения. А самое главное, соблюдая правила карантинных мер, семьи централизованно обеспечили всем необходимым для хозяйства. Мукой, маслом, различной сельхозпродукцией, медицинскими масками и многим другим. А вот этой семье привезли даже целого барана. Представители народно-приемной президента Хакимия Тандижанской области навестили еще одну семью для большого хозяйства, где в маленьком дворе живет сразу пять семей. Помощь сейчас как раз кстати. Предприниматель взялся за решение проблемы в этот же день незамедлительно. На четырех гектарах земельной площади массива Янгивахм в этом же районе началось строительство теплицы методом гидропоники. В настоящее время здесь на двух с половиной гектарах земли выращивается картофель. Один гектар отведен под помидоры и на пятидесяти сотках растет болгарский перец. За ними смотрят члены семей, взятые под попечительство предпринимателя. Важно еще и то, что вся продукция предназначена для них же самих. В результате принимаемых в стране оперативных и важных мер по противодействию распространения коронавируса от эпидемии сохранены производственные мощности. И главное, наш народ, его благополучие. И именно поэтому инициативы по расширению масштабов оказания поддержки населению, особенно социально уязвимым слоям в это непростое время, озвученные главой государства на видеоселекторе 20 апреля текущего года, были поддержаны предпринимателями по всей стране. Легка та ноша, которая поднята сообща. Выдвинутая президентом предложение о создании общенародного движения «Доброта и поддержка» стала объединяющей силой. Со стороны фермеров и работников молочных и других предприятий региона мы решили предоставить социально уязвимым слоям населения 20 тонн риса, 10 тонн мяса и другой продукции. Сейчас мы находимся в центре логистики Хаджилийского района. Здесь также проводится большая работа в рамках реализации инициативы президента. Мы также решили выделить 10 миллионов суммам малоимущим и нуждающимся семьям. Я призываю всех подключиться к этому благородному делу. Вместе сообща, мы сможем побороть этот вирус и совсем скоро вернуться к привычному ритму жизни. Оказание поддержки социально уязвимым слоям населения всегда было и есть приоритет государственной политики. Именно в такие моменты особенно чувствуется доброта и щедрость нашего народа. Насколько у нас сильным является значение таких слов, как благотворительность и милосердие. Предприниматели оказывают большую помощь людям. Сейчас священный месяц Рамазан делает добро одной из высших человеческих качеств. Финансовая и материальная помощь фонд продолжает поступать.